здравия всем с вами влад мадис мне часто задают вопрос влад а какие есть нюансы при установке натяжных потолков на кухне и если вам интересен ответ на этот вопрос то давайте его рассмотрим итак поехали нюанс номер один кухня под самый натяжной потолок вы спросите ну и что тут такого кухня под самый потолок ну и что а то что если не выдержать минимальный зазор в 5 сантиметров между натяжным потолком и створкой открывающейся двери кухни то при открывании дверки вы порежете натяжной потолок будет некрасивый разрез и придется его декорировать врезным вентиляционным каналом чтобы хоть как-то это скрыть и поэтому настоятельно рекомендую если вы не хотите видеть порез на своем натяжном потолке то выдерживайте минимальный технический зазор в 5 сантиметров между натяжным потолком и кухни но если вы не хотите видеть щель между натяжным потолком и кухней то закройте это место доборочной планкой нюанс номер два втягивание и надувание натяжного потолка из-за перепадов температуры или из-за неправильной работы вентиляционной шахты в доме такое к сожалению встречается очень часто из-за неправильного притока и оттока воздуха на кухне или из-за того что когда делали вентиляцию под плоскостью натяжного потолка не задули герметиком все щели и при включении вытяжки воздух выходит не вентиляционную шахту а под плоскость натяжного потолка в данном случае помогут все те же самые вентиляционные решетки про которые я говорил в прошлом ролике подробный случай был рассмотрен мною в одном из предыдущих видео ссылочку на это видео можете найти в описании ролика поговорим про втягивание и надувание натяжного потолка ведь на данный момент это одна из самых актуальных проблем связанных с натяжными потолками нюанс номер три появление плесени и грибка из-за повышенной влажности на кухне натяжной потолок материал который дышит и не дает скапливаться влаги и конденсату в отличие от многих других потолочных покрытий плесени грибок свою очередь любят повышенную влажность выше 65 процентов поэтому используя натяжной потолок как потолочное покрытие на кухне у вас наименьшая вероятность обзавестись плесенью и грибком нюанс номер четыре потеря высоты свыше десяти сантиметров из-за вентиляции проходящей под натяжным потолком такой случай я подробно рассматривал в одном из своих первых видео ссылочку на это видео можете найти в описании ролика нюанс номер пять потеря цвета и пожелтение потолка из-за секретного дыма дело в том что белые матовые и сатиновые потолки теряют свой цвет и желтеют в течение полугода из-за сигаретного дыма так он на них воздействует однако белый глянцевый натяжной потолок не боится ничего и не желтеет от сигаретного дыма а как вы думаете почему свои ответы оставляйте в комментариях а с вами как и всегда был влад мадис не забудьте подписаться на мой канал ставьте пальцы вверх если вам понравилось это видео пишите свои отзывы комменты а самое главное помните я подружу вас с ремонтом всем пока